Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре внедорожник Toyota Land Cruiser. На видео автомобиль в комплектации Executive Lounge с дизельным мотором 4,5 литра с полным приводом и автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля – черный перламутр. Двери декорированы хромированными молдингами. Внизу дверей установлены подножки для удобства входа и выхода в автомобиль. Диски литые, 20-дюймовые, с шинами размерностью 285 на 50, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Запасное колесо крепится под автомобилем в задней части. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна акулий-плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги окрашены в черный матовый цвет. Автомобиль оснащен люком в передней части. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова, а ручки дверей с хромированной отделкой. Ключ карта с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Обивка сидений из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. Сидение можно двигать вперед и назад на 22 см, а также поднимать или опускать на 7 см. Сидение также оснащено электрорегулировкой поясничной подпоры. На водительской двери расположен блок управления памятью сидений. В память можно сохранить три различные настройки. Рулевое колесо также оснащено электрорегулировками. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габариты, ближний свет и противотуманные фары. Левый указатель поворота, затем правый. Помигаем дальним светом. Слева от руля расположена кнопка включения системы автоматического переключения дальнего света на ближний. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с системой автоматического переключения дальнего света на ближний. Также предусмотрен омыватель фар. Передние противотуманные фары тоже светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. По периметру переднего бампера расположен парктроник. Заводская тонировка задних стекол не предусмотрена. Клиренс автомобиля составляет 210 миллиметров. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена внизу в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопка омывателя фар. Кнопка отключения боковых подушек безопасности. Необходима для движения с большими кренами по бездорожью. Кнопка включения парктроников. Кнопка электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. В углу зеркала расположена индикация системы мониторинга слепых зон. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Кнопки справа на руле управляют бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера цветной. Бортовой компьютер может показать информацию о давлении в шинах, расходе топлива, пробеге, запасе хода и режиме работы полного привода. Дополнительно на дисплей бортового компьютера можно вывести данные мультимедийной системы, настройки автомобиля и дублировать спидометр в цифровом виде. Кнопка включения системы слежения за дорожной разметкой с функцией удержания автомобиля по центру полосы. Регулятор яркости панели приборов. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью отдельного подрулевого переключателя. Круиз-контроль оснащен функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. Индикация круиза на панели приборов. Кнопка системы предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения. Кнопка прожига сажевого фильтра. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от центрального дисплея. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 9 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB, AUX, Bluetooth, CD и DVD. В автомобиле установлена премиальная акустическая система JBL с 14 динамиками. Вега прямо или косвенно эффективна в широчайшем диапазоне диагнозов. Это, ну, напрямую, это вегетососудистая... Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. ...кардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Конечно же, для нормализации артериального давления, при атеросклерозе и даже при сахарном диабете. Дополнительно на дисплей мультимедийке можно вывести данные бортового компьютера и настройки автомобиля. Кнопки слева на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль четырехзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Управлять климат-контролем можно с помощью виртуальных кнопок на дисплее. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры с пассажирской стороны. Кнопка выбора направления обдува с водительской стороны. Виртуальные кнопки выбора направления обдува. Регулировка климат-контроля для пассажиров второго ряда. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры на втором ряду с водительской стороны. Кнопки регулировки температуры на втором ряду с пассажирской стороны. Отключение климат-контроля на втором ряду. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка АС отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Противосолнечные козырьки двойные. На потолке спереди находится освещение салона для водителя и пассажира. Рядом находится очечник. Шторка люка открывается вручную. Кнопки открытия люка. Люк можно открыть в режим проветривания или сдвинуть полностью назад. Также на потолке находится кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе имеется отделение для мелких вещей, а под ним расположен большой бокс с охлаждением. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле под крышкой. В нише перед рычагом коробки передач расположена ниша для беспроводной зарядки телефона, а также розетка на 12 вольт. Продачок без подсветки. Отделан пластиком. Кнопка электрообогрева руля. Кнопки включения вентиляции и обогрева водительского сидения. Кнопки включения вентиляции и обогрева пассажирского сидения. Входы USB и AUX для мультимедийной системы. Шайба выбора режима работы системы полного привода Multi-Select Terrain. Автомобиль оснащен пневматической подвеской. В кадре кнопки управления дорожным просветом автомобиля. Кнопка включения системы помощи при езде в гору. Кнопка включения ассистента разворота в ограниченном пространстве. Шайба системы CrawlControl. Эта система обеспечивает поддержание постоянной скорости на бездорожье. Кнопки выбора режима движения. Предусмотрены режимы Eco и Comfort. Кнопка включения спортивного режима движения автомобиля. Предусмотрены режимы Sport и Sport+. Кнопка включения нормального режима движения автомобиля. Кнопка отключения антипробуксовочной системы. Кнопка включения блокировки межосевого дифференциала. Кнопка принудительного трогания со второй передачи. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. В нейтральном положении включаются боковые камеры. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. В зоне багажника в крыше имеется дополнительное освещение. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем расположен бокс и выдвижные подстаканники. В спинках передних сидений предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции и свой блок управления климат-контролем. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры на втором ряду с водительской стороны. Кнопки регулировки температуры на втором ряду с пассажирской стороны. Кнопка выбора направления обдува. Задние сидения оснащены двухрежимным подогревом. Также имеется розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью – ручка и дополнительный дефлектор системы вентиляции. Теперь перейдем к осмотру багажника. Крышка багажника оснащена электроприводом. Нижний борт багажника откидывается вручную. Объем багажника составляет 909 литров. Слева в багажнике расположена розетка на 220 вольт. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. В боковине справа находится закрытая ниша с домкратом. В откидном борту имеются две ниши с крышками. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Сидения складываются в вертикальное положение, тем самым образуется ровный пол. При сложенных сидениях объем багажника составляет 1267 литров. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 93 литра. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, дизельный, восьмицилиндровый, объемом 4,5 литра, с отдачей 249 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели внедорожник Toyota Land Cruiser в комплектации Executive Lounge с дизельным мотором 4,5 литра, с полным приводом и автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 6 386 000 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы вы еще машины хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! До новых встреч!